Всем привет дорогие друзья, это Odyssey Penrose X, наушники за 30 тысяч рублей, точнее правильно сказать геймерская гарнитура за эти деньги, и это самая дешевая гарнитура и просто наушники от этой компании. Это у меня сейчас в руках боксовская версия Odyssey Penrose именно X, но есть точно такая же, только синяя версия для PlayStation, называется Odyssey Penrose. Причем официально, синие к PlayStation, зеленые к боксу, и никак иначе, но есть один нюанс, о котором я вам обязательно расскажу. И нет, мне эти уши не заслали, и кстати бокс, который сейчас в кадре тоже немой, мне их просто дали бы пользоваться для обзора. А вообще компания Odyssey это компания, которая выпускает одних самых дорогих гарнитур и наушников в мире, и это их самая дешевая модель. Если совсем-совсем упростить, то фишка наушников компании Odyssey в том, что они используют не обычные магнитные излучатели, а магнитопланары. Это технология, которая изначально использовалась NASA, ну а теперь благодаря ей можно получить наушники аудиофильского уровня. Стоят ли они своих денег, мы сегодня с вами и узнаем. Поиграем в игры, послушаем музыку, и в конце концов вынесем свой взвешенный геймерский вердикт. Поехали! Начну я с того, что никогда не понимал этих аудиофильских заморочек, но есть звук и есть, и если не слишком отвратный, то уже отлично. И лично для меня это очень интересный опыт, узнать в чем же прикол этого всего, ведь сам я использую наушники начального уровня Axelvox HD272, которые стоят 3500 рублей. И я этими наушниками весьма доволен, и конечно, смысла сравнивать их никакого нет, однако есть смысл ответить на вопрос, стоит ли переплата того. Первым делом, мне конечно не терпелось испытать наушники в играх, и в такой игре, где действительно важен звук, и такой игрой само собой является Hail Blade. И честно признаться, до этого я напрочь игнорировал рекомендации разработчиков играть только в наушниках. Не делайте так, как я. Игра в наушниках меняет абсолютно все в этой игре. Но вопрос в том, насколько велика разница между Axelvox за 3500 и этими ушами за 30К. И ответ лежит в субъективной области, ведь довольно сложно как-то цифрами или в разах оценить качество звука. Да, Пенрус выводит его на иной уровень, больше слышно деталей, меньше смешения, более тонко понятно откуда именно доносится звук, больше слышно всяких мелких дедалюшек, которые Axelvox вообще не передают. И я думаю, насколько важны эти вещи для каждого из вас индивидуально, это и будет ответом для каждого из вас лично. Однако речь была об игре, где очень важен звук. А что же происходит в других играх, где звук не настолько важен и не так детально проработан? Второй игрой в моем тесте был Doom Eternal, включенный технологией Dolby Atmos. И разница заключается в том, что в Пенрусах ты каждый звук слышишь индивидуально и при желании можешь сконцентрироваться именно на нем. Например, есть фоновый шум, который в данной сцене создают работники станции. И ты при желании можешь слушать только его и слышать, как какой-то чел верещит там что-то на фоне. В Axelvox же вычленить какой-то звук отдельно становится более сложной задачей. Следующие игры я тестировал на PlayStation, и тут я хочу вам рассказать одну важную деталь. Как я и говорил, официально все строго. Синие синим, зеленые для зеленых, и никакой совместимости нет. Однако и те, и другие уши подходят для ПК. Причем с PlayStation'овскими все просто. Вставляешь коннектор в комп, и слушаешь музыку, смотришь фильмы. Но боксовские так просто в комп не подходят. На боксовских на коннекторе есть приключатель. Режим ПК или режим бокса. И если боксовские уши привести в режим ПК и вставить в плойку, то они будут работать и на плойке. Профит. Но есть нюанс. Боксовские уши не подходят для Mac, а плойковские подходят. Вот такая вот фишка. И первый приятный сюрприз, который меня ждал на PlayStation, это то, что уши поддерживают 3D, несмотря на то, что они изначально боксовские. То есть на самом деле это одни и те же наушники, просто с разным цветом и каким-то чипом, который отвечает за Mac. Но стоит отметить, что боксовские подходят для бокса PlayStation и ПК, а плейстейшеновские только для PlayStation, ПК и Mac. Но по технологиям звучания они идентичны. И первой игрой, которую я затестил на PlayStation, конечно, была Returnal, потому что она поддерживает технологию 3D-аудио. И я услышал звуки, которых даже и не догадывался, что они есть в этой игре. Допустим, когда стреляешь по роботам, слышно, как разделяется пуля, ударяясь в металлическую поверхность. Все остальные фишки, которые я до этого назвал, с выделением отдельного звука из общего потока, тут, разумеется, тоже присутствуют. И вот настал момент, на котором я скажу, что не всё так радужно. И к нюансам мы вернёмся после небольшой паузы. Ну а подобрать наушники любого формата, назначения и под каждый бюджет, буквально от 100 рублей и до более чем полумиллиона, вы можете в Е-каталоге. Ставим интересующие нас параметры и выбираем то, что именно нам подходит. Например, мне нужны накладные мониторные и за что-то около 5000. Подобрал по параметрам и смотрю, какие есть варианты. Далее, выбрал подходящую модель, отсортировал по цене и вуаля, можно делать свой заказ. Ну а если выбрать не так просто, то здесь же в Е-каталоге можно прочитать отзывы других покупателей, посмотреть их оценку интересующей нас модели и сделать свои выводы. А функция прямого сравнения между схожими моделями поможет сделать наш выбор ещё более точным. Всё это Е-каталог. Ссылка в описании. Первый нюанс относится не столько к наушникам, сколько к технологиям. Однако я считаю, что в рамках этого ролика обязан вам об этом рассказать. Суть в том, что если в игре нет поддержки 3D-аудио, нет Dolby Atmos, а просто обычное стерео, то уши за 30К звучат немногим лучше ушей за 3500. И вещь вроде и очевидная, но судя по отзывам на уши выше среднего и высокого сегмента, очевидная не каждому. Например, я поиграл в Battlefield V в режиме обычного стерео, и звук просто хороший. И если опираться только на этот опыт, то я бы сказал, что уши 30К, но точно не стоит. А вот второй нюанс уже в самих наушниках. Регулировка громкости здесь цифровая, и нет упора в нижней и верхней точке. И ты никогда не понимаешь, на каком уровне у тебя она установлена, и где искать причину, в игре или в громкости в ушах. Эту вещь отмечал не только я, в данном случае классическое аналоговое управление было бы гораздо предпочтительнее. Третий нюанс, и скорее не нюанс, а даже фича, магниты планары имеют такую вещь, как белый шум. То есть, когда в наушниках нет никакого сигнала, ты слышишь шипение, словно на телеке вырубили передачу. Но стоит подать сигнал, и конечно, это шипение тут же пропадает, его нет даже фоном и даже в помине. Вот такая вот фишечка. Однако фичей и даже по приколу не назовешь качество идущего в комплекте микрофона. Она настолько так себе, что вот этот эпизод, я думал записать со звуком на него. Но она настолько не очень, что решила вот этой идее отказаться и просто вам рассказать об этом закадровой озвучкой. Да, для общения в чатах и дискортах оно сгодится. Но в наушниках за такие деньги ждешь все-таки микрофон получше. Ничего не сказал про качество сборки и материалов, так как считаю, что очевидно, что все это на высшем уровне. Ну и плюс на голове они сидят идеально. Можно играть хоть целый день, голова уставать точно не будет. Они настолько хорошо сидят, что их снимать с головы не хочется. И подводя итог, первым делом хочу сказать, что у меня не было цели сравнить беспроводные наушники за 30к с проводными за 3500. Однако мои проводные за 3500 звучат примерно так же, как беспроводные за 8-10 тысяч. И вот это уже сравнение. Я бы сказал, что если для вас в принципе 30 тысяч рублей дорого за наушники, то даже не думайте их брать. Покупайте за десятку. Однако, если вы хотите более высокого порядка звук, чем в ушах за 10к и можете себе это позволить, то такие вот наушники более чем вариант. Звук совершенно иного порядка. Причем это проявляется и в музыке, и в фильмах, и конечно само собой в наших любимых играх. Лично я бы себе такие наушники не купил по той простой причине, что такие деньги за уши для меня в принципе много. Просто 30 тысяч это для меня дорого за наушники. Однако, я бы от них не отказался, звук действительно качественный. И знаете, это был мой первый опыт наушников аудиофильского уровня. И я думаю, что понял, о чем весь сэрбор. И почему аудиофилы говорят, что уши за 10 тысяч это не наушники вовсе. Ну, не то чтобы совсем понял, но понимаю примерно о чем идет речь. И скажу вам, что оценивать наушники лишь по цене, глядя на ценник и говорить, что это дорого или неправильно. Но это такое себе. Обязательно нужно их послушать, чтобы понять, ваше это или нет. Например, прослушивая музыку, я впервые услышал некоторые элементы, которые до этого не слышал вовсе. И я понимаю, что те, кто делают музыку, создают фильмы или игры, они проделывают колоссальную работу. И эту работу мало кто оценит, потому что просто не знают о ее существовании. Поэтому мой вердикт, аудиофильские уши вещь хорошая, но сакадорогая.